Мы сегодня увидели официальную процедуру взвешивания бойцов и также пресс-конференцию какую-то, где мы можем ответить на вопросы прессы, всех желающих. И завтра вы, конечно, увидите уже настоящее зрелище. Я думаю, что это впервые в Твери такое мероприятие, единоборство, именно профессиональное мероприятие. Я думаю, будет это очень замечательное зрелище. Пару слов о том, что у нас завтра ждет, что за бои. Я слышал, что в том числе два боя за один чемпионы России. Расскажите. Да, у нас будут сначала четыре боя ММА, по правилам ММА, и восемь боев, представленные Федерацией Кейбоксинга России. Восемь таких жестких, я думаю, боев в разных весовых категориях, от абсолютных категорий до маленьких категорий, да, легких весов. И в финале два боя за дидл-чемпиона России, официальные, которые у нас введены в рейтинг. Это сильнейшие спортсмены России. Вот, и один из финальных боев как раз, это будет ваш спортсмен Тверской. Поэтому я думаю, что и ребята, и все, кто любит спот, любит единоборство, все придут поддержать не только наш вид спота, но и своего спортсмена, конечно, Затова Юрия. В чем особенно стал? Как настрой? Завтра большой день, большой турнир. Какой настрой? Как шла подготовка? Ну, подготовился я в режиме сборов по две-три тренировки в день. Настрой, как всегда, боевой, наш российский настрой. Сборы прошли отлично, подготовился, подошел, без сигналов, все как положено. Я думаю, завтра будет жарко. Ну, вот, если можно немножко, да, на что завтра рассчитываете? Ну, какую-то, может быть, особенности подготовки, как расстроите нам? Нет, я, честно, никогда, я даже соперника не смотрел. Я никогда не смотрю соперника вот там. Я выхожу и делаю свою работу. И никогда прогноз тоже не делаю, потому что мало ли не пойдет. Поэтому выхожу на бой и стараюсь делать красиво. Немножко расскажите о себе. Где, в каких боях вы уже принимали участие? В каких, может быть, успехах вы уже добивались? Да, я являюсь заслуживанием мастерного спорта по кикбоксу. Чемпионом Европы среди профессионалов, чемпионом мира среди профессионалов. И, честно, вот этот единственный пояс, названный чемпионом России, которого у меня нету, почему-то не получалось боксировать. Не выходили. Вот сейчас вот начнется паника, я думаю, завтра будет красивый бой. Бои, точнее. Да, действительно, это мероприятие такого масштаба не проводилось в Твери. Не проводились подобно масштабные мероприятия в госцирке. То есть это было последнее такие мероприятия 2001-2002 год. Соответственно, вот спустя много лет мы пытаемся сделать большое грандиозное событие, шоу. То есть показать, что такое профессиональный спорт. Сделать это на одной из самых больших арен нашего города. И, соответственно, как бы преподнести такой спортивный подарок нашим многоуважаемым жителям города, нашего города Твери. Ну вот мы сейчас общались с одним из, так сказать, спонсоров или помощников проекта. Вас называют реформатором спортивной жизни города. В частности, того вида спорта, да. Вы согласны с этим? Ну, скажем так, что ничего нового в развитии любительского спорта я, естественно, не делаю. Мы просто развиваются. Спорт идет, развитие кикбоксинга в любительском формате идет своим чередом. Но я хочу показать городу, да, то есть показать нашему региону, что такое профессиональный бойцовский турнир. Специально для этого мы сформировали хорошую карту совместно с Федерацией смешанного единоборства Тверской области по поединкам смешанного стиля. А также хорошую, мощную файт-карту по кикбоксингу в разделе К1. Это представители, лучшие представители, лучшие спортсмены, лучшие представители своих регионов. Они приедут и будут боксировать на нашей земле, тем самым показав, как может выглядеть профессиональный спорт. И я хочу надеяться на то, что мы будем законодателями, скажем так, в этой позиции, ну, не моды, но... Спорта. Спорта, да, профессионального спорта. Мы хотим просто показать, вот, да, есть бойцовский спорт, вот он такой. И другим задать вектор движения, да. Может быть, кто-то в последующем захочет сделать то же самое. И мы будем только рады, потому что для Твери и Тверской области это просто развитие профессионального бойцовского спорта. Ну и последний вопрос. Касательно завтрашнего дня, 24 бойца, достаточно широкие, да, такая широкая география. Как они вообще подбирались-то? Как можно было собрать такую команду и насколько было сложно это? Ну, я повторюсь, уже файт-карты формировались двумя федерациями. Федерация смешанного видеоборта и федерация кикбоксинга. Соответственно, по этим федерациям есть ответственные люди, которые отработали и собрали вот такую вот файт-карту в одном спорте и в другом спорте. Да, то есть, соответственно, будет интересно. А в свою очередь хочу пригласить всех жителей нашего города на мероприятие, которое состоится 2 ноября. Начало мероприятия в 19.00. Придите, поддержите. Тем более в этом мероприятии будут боксировать три тверских спортсмена. Юрий Заатов, Кирилл Васильев, Александр Малафеев. Последний бой чемпионский, в котором будет боксировать наш земляк Заатов Юрий, представитель федерации кикбоксинга Тверской области. Прийти и поддержать. Я считаю, что это просто необходимо, если мы хотим, чтобы развитие профессионального спорта, развитие вообще бойцовского спорта было на должном уровне. Поэтому я рассчитываю на то, что народ придет, поддержит и спортсменов, и организаторов. Спасибо.